Сегодня во всем мире отмечается День спонтанного проявления доброты. Уникальная дата позволяет каждому стать чуточку добрее и проявить заботу и повышенное внимание к окружающим нас людям. Подарить радость юным воспитанникам коррекционной школы сегодня отправились окружные волонтеры. Очень просто и без особой подготовки и сценария, обычный пятничный вечер ребят превратился в замечательный праздник, полный ярких эмоций и добрых дел. Фибер, Шлёпусы и Джанго. Эти незатейливые, но такие весёлые игры произвели на ребят незабываемое впечатление. По словам Анастасии Боярской, сотрудника регионального центра молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи, такие поступки делать совершенно несложно. А главное, к ним не нужно специально готовиться. Молодёжная политика страны активно пропагандирует на данный момент добровольчество и волонтёрство. Проводятся различные конкурсы проектов, люди к ним готовятся, их планируют. Вместе с этим мы сегодня в праздник. Хотим обратить внимание людей на то, что добро, оно не требует закладки большого времени и сил. Добро можно совершать совершенно спонтанно, чисто от души. Отзывчивость и доброта. Эти качества наилучшим образом характеризуют жителей нашего региона. Поэтому спонтанное проявление доброты и сегодня, и в любой другой день для северян обычное дело. Конечно, было у каждого в жизни доброе что-то. И спонтанное, и так. Ну а часто происходит? Вы часто вообще делаете? Даже не спонтанно, а просто проявляете доброту к людям? Ну, конечно. Если есть семья, ты каждый раз к ней доброту проявляешь. И каждый день ты это делаешь. Без доброты нету жизни, нет семьи. Но на самом деле наш мир полон всяких таких неожиданных ситуаций, да, и спонтанных чувств и доброта. Она обычно, как всегда, спонтанная, потому что мы не ожидаем, да, что что-то произойдет. Вот, допустим, иногда ты просто идешь по улице, тебе кто-то что-то помогает, да, сделать, либо ты там падаешь, тебя кто-то поднимает, да. То есть я думаю, что доброта. Даже вот таких случаев вот прям такого не вспомнишь прям, потому что их очень много. Действительно, добро повсюду. И чтобы проявить его спонтанно, не нужно много времени и сил. Достаточно оплатить за кого-то проезд в общественном транспорте, уступить кому-то очередь, сказать незнакомцу комплимент или просто по-доброму улыбнуться.